Время конкурса Жизнь показывает, что вперед идут не те, которые победили, а те, которые там были вообще в хвосте. И они больше всего в жизни достигли и добились. Парадокс. Казалось бы, одели корону, да, там, красота неземная, да, уже тебе дали там все, ты победил, да, или победила. Так, наоборот, надо рвать и метать. Нет, вот, а выходит потом, туп-моделями оказываются, потом вообще совершенно другие люди, даже, может быть, и те, которые не принимали участия в конкурсе. И никакого отношения к конкурсам не имели, и не знали, что так, оказывается, на конкурс надо идти, пойти какой-то. Просто какой-нибудь букер там случайно увидел, там, эту девочку и показали ее, там, сделали фотосессию, она стала звездой. У нас каждая девочка – это принцесса, королева, каждая считает, что она самая красивая. Если конкурсов будет больше, это же огромный стимул детей заниматься спортом. Чтобы дети не привыкали к нездоровому образу жизни, им надо какой-то стимул, чтобы быть в хорошей форме, на какой уровень обратить внимание и за кем последовать. Ну, весь мир, он ищет индивидуальность, весь мир, что в моде, что в музыке, все в поисках чего-то нового, интересного. Мы тоже в поисках новой красоты, чего-то нового. У всех есть шанс, из любой деревни всегда есть шанс, у любого человека. Все, конечно, зависит от самого человека. Какое у него желание, как он будет себя вести в дальнейшем, как он будет готовиться работать. Я сам родился в очень маленьком поселке, очень маленьком поселке. Потом я воспитывался в городе, снова меня привезли в деревню. И большую часть детства я провел в деревне. Ну, вот как я сам, например, из деревни, да, которой там на карте не было еще совсем недавно. И я стал звездой, и у меня нет ни мамы, ни папы олигарха. А вот сейчас, чтобы стать вот, ну, хотя бы приблизительно на каком-то более-менее уровне, это, конечно, либо нужен невероятный талант, либо огромные финансовые вложения, причем не факт, что еще что-то может получиться при этом. У нас, например, почему-то даже на стариков и внимания не обращают. Вот они идут себе, идут, и даже никто не уступит дорогу. Оказывается, это ветеран великолепной войны, или оказывается, это ветеран труда. Вот я был там в одном кафе на втором этаже и наблюдал сверху. Идет там женщина, такая еле-еле-еле. И люди чуть ли не сбивают ее, они там, они даже не видят. Просто будьте внимательнее. Помогайте детским домам, детским революционным центрам, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Афганистана, потому что это очень такие заслуженные люди. И, может быть, эти люди, они как-то живут, это, может быть, ваши соседи, просто вы даже об этом не знаете. Спасибо.